Я приветствую собравшись, уважаемые коллеги. Я как модератор хорошо знаю, что вы не любите тематику каких-то личных правовых моментов, связанных с какими-то нарушениями закона, часто протестациями. Тем не менее, сегодняшний факт, он имеет такое, на мой взгляд, характерное значение. С одной стороны, впервые, возможно, в практике, уж по крайней мере, прокуратура Октябрьского района впервые обвиняется, подает заявление и выступает против действий прокуратуры Октябрьского района. Это действительно беспрецедент. Сегодня мы от присутствующих здесь спикеров узнали, что на заявление человека, обвиняемого в разбое, в наркомании и в бандитизме, как среагировала прокуратура Октябрьского района. Что ответил прокурор этого подразделения правового, Углбек Султан? Мы это ответили. Но, собственно, тема пресс-конференции связана с этим очень значимым моментом. Более того, это связано с тем, что когда люди, находясь в этой ситуации, практически не видят выхода, они всегда обращаются к президенту, они всегда обращаются к депутату, вообще к верхнему эшелону власти. Почему так происходит? Почему президент должен обращать внимание на каждое уголовное дело? Почему сама судебно-правовая система не ставит за срок? Это вторая часть, так сказать, сегодняшней бесконференции. И третий аспект. Обратился, что характерно, в прокуратуру, защищая свои права, молодой человек, который подвергался пыткам. Более того, факт пытки был установлен. Более того, он обвиняется в достаточно серьезной уголовной статье, при этом нет факта доказательной базы для обвинения, присутствовали пытки и психологическое обвинение. Но об этом уже вам расскажет адвокат. То есть, смотрите, как интересно получается, что обычный парень, может быть, не идеального поведения, перенес пытки, взял на себя преступление. Затем, когда ополнился, он попытался защититься, обратился в прокуратуру. Какой он получился? Судя по тому, что они присутствуют в нашем зале, вы понимаете, что сегодня они намерены обратиться с этой проблемой к президентам и к депутатам. Я думаю, это справедливо, но акцент нужно ставить на то, почему сама система не срабатывает и на всякое действие против закона не дает адекватную реакцию. Я вам представлю основного человека, который даст информацию в ОКТВ, Гумашев, это адвокат. Эльдия Куткучев, молодой человек, принесший в политики, взявший на себя преступление и осмелившийся подать заявление с жалобой на действия следователей и прочих сотрудников, правоохранительных органов, в прокуратуру Октябрьского района. На следующий с вами пришел Мурат Кутчик, он является отцом обвиняемого парнями, но у него, наверное, тоже есть, что вам сказать. Итак, мы начинаем. Прошу вас, Бахтырия. Здравствуйте. Поводом сегодняшнего пресса, датчика сегодняшнего пресса, послужило то, что, по сути, надзорный орган, это прокуратура, в данном случае прокуратура Октябрьского района города Пешкек, Никак не реагирует на заявление о правоохранительных органов, в данном случае о том, что во время следствия к нему применялись недозволенные приемы, то есть буквально пытки. Он был задержан 12 июня 2017 года по подозрению в совершении разводного нападения. При этом надо учесть, что никаких предпосылок, по сути, для его задержания не было до момента его поставления в здание города Октябрьского района. Оперативные сотрудники Углобовского и Октябрьского района привезли его в здание УВД и, применив физическую силу, физическое насилие, психологическое давление, психологическое давление, выбили с него, заставили подписать признательные показания о том, что он якобы участвовал в совершении разводного нападения на обменном бюро, которое произошло в ночь с 7 на 8 января 2012 года. При этом ему не было докучено облака. То есть с самого начала, как это разбирается, пошло в нарушение, в глубейшем нарушении права правительства защитного. Так как соотечественное требование УВД, он должен был быть обеспечен облакатом с момента доставления в орган дознания, то есть в Октябрьском районе. Это раз. При одной объяснителе, где уже издаются, якобы, совершенные преступления, правовое нападение, также адвокат не присутствовал. Не присутствовал он и в последующей раз. При прокурсе в качестве подозреваемого, который провел следователь Гусабаев, формально потом неизвестный адвокат расписался в протоколе Докурса, которого тут куча Фельдия даже надо не видит, который при допросе не участвовал. То есть пошла, по сути, фальсификация доказательств правового делу, и что сопровождалось удовлетворением составных милиций. Я забегаю, как я не буду скажу, что так как уголовный дел был расследован, ну, реально сомфирующими делами, грубейшими нарушениями прав, правовое подозреваемое, но был консоль в додексе. Суд, в октябре, сказал, в районе Водобешки, 2 марта 2018 года оправдал, и я тут кучера, при этом в приговоре были указаны все несостыковки, все несоответствия, которые были скрыты в ходе судебного заседания, на которые я обращал внимание в ходе следствия, но на которые, как и не были приняты во внимание следствия. После того, как нам было объявлено подкачание следствия, например, Сергей Мусобаев нам предложил ознакомиться с делом, не подшив и не пронумерал, что является в любящем отношении. В протоколе я указываю, что с таким делом, о котором не подшит и не пронумерал, но мы отказом ознакомиться не будем, и просим его привести в соответствии с условиями. Следователь Мусобаев в таком же виде, то есть по сути не ознакомься с материалом, направит его прокурору, а прокурор в таких случаях обязательно должен возвращать матироссессу, чтобы соблюсти наши права, соблюсти права обвиняемого и его защитника, ознакомься с материалом дела. У меня осталось впечатление, что прокурор даже мечта протокола обознакомления, потому что через в течение пяти дней, соответственно, со временем, он направил дело суда. Доказать этому, то, что нам не ознакомить, нам пришлось ознакомиться, то есть завершаться в суде, обознакомить материалом дела. Суд удовлетворил, и только тогда мы смогли ознакомиться с матироссмом. Также в суде было открыто, что, например, я прошу об этом внимания, протокол, там уже нельзя взять, кстати, после того, как он задержан по подвозрению совершения вводного обладения, был пройден у него дома неотложный облысок, при котором вдруг, я говорю, вдруг это, в правильном случае, в доме, тут куча обнаживается, и душечный пистолет под полосой, прямо возле постели его отца. Нам в качестве средства гашиш, спичника работа, и газовый полосочек. Вот какой смысл, а тут куча проживать в селе, вот если бы даже не был преступником, какой смысл в селе, когда у него там несколько, более десятков, двух десятков огородов, прятать вот эти вещи прямо по фразам в изголовье около собраться. При этом область тоже мы проведем с нарушением, с платно-совкой, понятые были привезены по сути своей. Был в составе протокола обнаживания изъятия, который был вписан, понятой, который не присутствовал при обыске. Это судей сам подтвердил в оперу по-моему, очень членов облика, который составил данных о том, что понятой приглашен для подписи уже здесь, в городе Бишлике, а с аттестированием ПК данный должен был составить на месте пройдет в обыске. и вот после первого же то же день, когда я это сделал, буквально так, через два дня, это было членов-то июня, тут лучше, введя, там же обратился с заявлением на имя следователя о принятии мер по отношению сотрудника по выдавателям с кровью, который применил такие попытки, которые, по сути, сбили его. там же в кабине следователя, у меня есть фото запечатленное, тут лучше на теле, степь сам осматривает, были выявлены синяки, после чего было назначено судебно-экспертизу, которая подтвердила легкие телесные повреждения, без трактового расстояния здоровья, но, а также еще параллельно, после этого заявлено в ходу прокуратуры, и, соответственно, старуюся протоколом, так и было проведено оценование, которое так и с подтвердили телесные повреждения у тут лучшее. Была назначена судебно-психолог-психиатрическая экспертиза, которая выявила пост-трабочный стресс, пост-трабочный синдром у тут лучшее. То есть все доказательства, объективные доказательства сообщения экспертиз говорили о том, что тут лучшее на самом деле перенес в пытки. Вместо того, чтобы откудить уголовные пассажиры, помощник прокурора Джума Хадынов назначает якобы походатайшую сотрудника университета вторую экспертизу. И я попрошу вот здесь обратить внимание, эти же эксперты, которые работают в одном заведении стены под управлением, первая экспертиза, дают другую картину. как бы телескопоручение не соответствует строку. Вот как можно понять, это по сути получается, что первая резька не имеет необходимых квалификаций, что ли? Я считаю, что, конечно, данное повторное спритение, наоборот, так скажем, неэффективное, 50-е возможно проведено заинтересованным экспертом. потом третья конкурсная экспертиза, она все-таки подтвердила, что телескопоручение имеет место быть в санты строку 1-2 суток, как раз именно тот период времени, который охватывает теоретические отрукации обновления тупущего периода и психолога, психоэффективная экспертиза, она тоже самая, без изменения осталась, то есть мой правозащитник перенес пост-равно-чистический стресс, именно в этом сезон, что неопровержимо доказывает, что в отношении будет премьер инфекция. В таком случае прокуратурного как надзора должна была сходу, по сути, уже все, результат уже есть, должны возбудить уголовер, но джумахадыр, который раз поможет отрукаться, который рассматривал заявление в тупущем, отказывает от возбуждения в тупущем. Поэтому нам его отцу, который полезен в тупущем, приходится обращаться с ответным заявлением президента Кырской Республики, генеральную прокуратуру, джумахадыр, Кырской Республики, о том, какое поправление конституционных прав, гарантированных прав, которые гарантируют его профессиональным кодексом, творится у нас в правах системе. В этой ситуации можно оказать каждый из нас и получается никому из нас не гарантирована законная защита настафона, который именно должен обеспечивать защиту нас в прокуратуре. Когда родственники тут кучева, когда еще около недели рассматривался в октябрьском районном суде, вышли на мирный митинг к стенам прокуратуры октябрьского района, нас пригласил себе в прокурат район султанов который в разговоре упомянут такую вещь, что а почему вы не заходите ко мне? То есть получается я прошу вы их не понимаете, что по каждому случае неужели нужно заходить лично добиваться премьер прокуратуры, ведь все эти бумаги проходят через руководство, то есть через мину самов и через мину заместителей. Получается если вы митинги как сказать начинаешь создавать общественную только после этого прокуратура начинает обращать внимание на те нарушения, которые не перестают быть нарушениями, творятся у них подноски. в данный момент прокуратура покрывает преступные действия сотрудников милиции, исходя на милиционер и поэтому сегодня у нас попытка достучаться до высшего духовного сомнения сомнения обратите внимание на то какие много за происходит защита от прав обвиняемых по сути никакая и что на право без предел прокуратура никак не у вас сюда придет пожалуйста идея предпочит несколько слов прошу вас в микрофон вы видите можете пожалуйста микрофон пожалуйста пожалуйста «Откан чёвени он не кэн храмащ актеа башки роду аккэр шокар нэтэ дэ дэ не а пан нэтэ в опера хзмак и никак не что а пан и очень а пан сэр а в дэ дэ кэр мэ Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Ставьте лайк, писайте лайк, дайте комментарии и комментарии. Так, я предыдусь слово Мурату Туткучеву, пожалуйста, начали сады, в Солене в 11-й годе, в Турк-Соль году в Турк-Соль году, в Турк-Соль году сюда это было пять лет, в Турк-Соль году, Магодет, стремно. Я говорю о комментике. Настоящий аналог. Я говорю о комментике и что я делаю, а я сделал ценник, что я смотрел этим у нас? Да я думаю, «Ага, да я?» Я тоже все против terrorism. Я с вами показывал вот такой, я не могу остановить вывод, смотри, что ее можно залить. Такая штука. Такая идет ди DSD вкладываться на раппактах. ОнN's на высыхании. А мдддсв. «Аня в диан» будут бегать к стене в поиске. «Аня». «Песня». 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 «Они до сихи» «Они делать?» «Не выбрали?» «Они живы». «Они у вас тут». пошел. , уж она Чёртвы и пасхи-пасхи-пасхи. До свидания. Да, добре, не веришь. Не веришь вдруг. Вопросы, пожалуйста, ваш вопрос к нашим спикерам, прошу вас. Вопросы, говоря о том, что в России это и в России, в России, в России, в России. Продолжение следует... 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 в Казахстане 11-11-12 запрошены. В турнире февр themselves и многие многие говорят, что уже тысячу ruining 10-20 года. Они заходим в 14-30 лет. В 14-30 лет я не смогла ледиться. Очень важно. так что, не то есть, кто сможет работать, что мы не будем делать взаимодействие, то это когда мы разбираемся с ним, не будем работать, а потом как мы все шабием, они просто понимают, что мы, как мы с ним вступили на уровне, в том числе и на самом деле, мы самоупреждены, что мы привяжем к примеру, что мы на улице, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И все меньше и меньше число журналистов будет приходить в наше обменство для того, чтобы обратиться к президенту. Всем спасибо.